привет господа сегодня юрий николай артём и синенький синенький зубр слушайте у нас была на самом деле тема вот зеленой мойкой не стрельнула она у нас во всяком случае мы такие а они сделали а да вот было вот наш они это вот вы зубру типа продались шлюхи про позорный зеленую мойку мы смотрели на мне не очень зашла но честно и до конца не понимаю почему позорно древнейшая профессия между прочим ладно мы сегодня не об этом не морально этических наших тут устоев блогерских а о том что у нас появилась интересная тема ладно бы просто мойка появилась и бог с ней да но тут появилась не мойка целая система и система она чем интересна тем что ты покупаешь инструмент который закрывает очень большой большой диапазон работ конкретно например на даче там или для каких-то для дому кота дом есть многоэтажный 40 почти всегда по документам сарай или гараж да а суть заключается в то что не так уж много на российском рынке я бы на рассказал бы только керхер да есть который производитель который предлагает такой вот широкий ассортимент приспособлений для мойки высокого давления и может быть кто-то еще есть вот но мы о них плохо знаем напишите все что в коментах чтобы просто расширили кругозор надо мы на данной мы видим очень неплохой как бы вариант от зубра с мойкой 200 атмосфер которые заявлены как она себя покажет деле мы естественно бой сегодня проверять вот а что нам понравилось больше всего с этой темой что ли комплект высокого давления нормальная тема искалиб снимать ну да я такой думал сейчас это как поставлены и вдвоем несли чтобы понимали чем тяжелее мойка тем она реально кайфовый почему потому что там идет в металл более серьезные к пластика нету давай для интереса зависим 23 кило и это без воды в системе она действительно интересная во первых она интересна тем что у нее система фиксации пистолета фиксации насадок она выполнена немножко по-другому она уже выполнена по профессиональному принципу где идут такие вот форсунки цветные до которые под разные конфигурацию они вот имеют определенный цвет и эта система используется на мойках где идет 200 атмосфер не только у зубра это есть мойки того же хитера есть у как помню мы делали тестом как минимум два производителя было по этой системе насадок у всех одинаково вот эти вот уж очень они похожи да они стандартные это имеет определенный плюс то есть если что-то там у вас потеряется вы можете их обратно себе приобрести заказать эти же все приспособы которые мы сейчас будем тестировать показывать вы на свою мойку если у вас например ресант или хитер вы можете это все или борт да то можете все это приобрести поставить и мотайте на остыск не обязательно чтобы это зубр зубр был эти насадки будут полезны для тем у кого такие вот насадки идут быстросъемные сопла меняющиеся виск эти определенный градус указан здесь ноль градусов данной этой соответственно да и какая-то совсем до 25-40 и так далее то есть и это и так далее похоже я не знаю на что это может быть это какая-то грязевая да например фреза но посмотрим поставим посмотрим проверим то есть и разная ширина факел на самом деле люди как по практике где там обычно одну насадку ставят какую-то который больше всего устраивает и ей ходит удобно что здесь все эти форсунки можно на месте держать есть вообще еще насадка для моющего средства на просто коробке осталось и не стал стоит бачок вешать в него устанавливается отдельный забор она вообще имеет производительность 550 литров в минуту то есть считается хорошая бойка когда производительность у него высокая то есть не обязательно там супер давление что было именно тут еще каких параметров не только давление но и большое количество воды проходил из ништяков которые идут в комплекте нас радует вот это вот уже в комплекте идущий фильтр тонкой очистки нужно сделать идет реально вот радую что здесь подача идет везде далеко не везде мне везде попадались радует то что в этой мойке отличие от зеленых идет шланг уже подключены сразу к системе то есть вам не обязательно разматывать его с катушки для того чтобы воткнуть потом в помпу он уже подключен юра мы начали сказать что это мойка синяя написано написано на ней профессионал конечно же мы естественно всегда говорим когда говорим зубр профессионал мы говорим профессионал и вот так вот делаем двумя пальцами два раза раз два потому что если мы говорим про например тот же керхи профессиональную серию да там и где серия а которая стоит порядка там 80 тысяч рублей мой когда это стоит примерно 30 до разумеется она в три раза будет конечно круче опять же их нельзя на один ряд стоит но из того что представлен на российском рынке допустим сравнивая с бытовыми со всеми бытовыми можно сказать что это можно сказать что это я не пока не знаю что сказать что это не профессионал как бы ну и к не бытовать мужик должен стоять вот это вот кайфовать ты как бластером сука игрался в действие определенный кайф когда ты можешь мойка она тебя чуть-чуть назад отталкивает ты такой уфу ты там моча вот если этого на мойке на вашей нет возьмите так эту мойку и отнесите в мусор выбросить и сразу на мойке должна быть этот вот так вот отдача шину нет у меня нет ощущения что она при мне вот так руку отрывает дошло было 240 выбрать то есть 240 было бы все таки уже прям ближе к 7 да я думаю даже было бы очень неплохо бы если честно я перепробовал дохера мойк у меня была первая или тех супер мощно было но на сука вся разваливалась вот одним проблемам было нам мощно классно было у меня был к 5 но он этого кафе не давал от к 7 есть да он дает такой кайф ну все хорошо как бы но кассир сука сука дороговато сейчас стоит вот в наших реальных дороговато получается порядка 40 с чем-то тысяч до нас есть это можно взять за 20 там с чем-то и по моему что на мой взгляд не очень профессионально это то что длина сетевого кабеля 5 метров это пипец полном а это прям а тебе честно скажу у меня гребаный керхель за 40 там кабель 7 метров по моему это тоже это нифига не объявляем это для меня малый давай не быть голословным погуглим кабель три по полтора при заявленной мощности в 2 и 3 кажется киловатт а 2 и 6 киловатт три по полтора не мало ли не так то она немало но могли бы запаса 5 метров 5 метров до вообще позорище я тоже я тоже у меня бомбежка смотри у меня участок он реально там но метров 30 грубо говоря я вот наш не сюда не могут и не сюда не могут у меня посередке есть розетка приходится там и переключать ходить вот реально вы делаете классный допустим но я сейчас не к зубру к 7 допустим как к керхеру сделайте блять 10 метров не не знаю может быть это значит чем ограничен тем что большая мощность питания длинный провод как вот это все делается что его ставят на катушке он поплавится в типа хз ну ладно лишь какого рост и кабель на самом деле не тоненький обратите внимание но добавить чуть мне кажется на морозе ему будет нехорошо на морозе собрался мы что-то мойка каток заливать я представляю хира стоит на морозе вышел подключился там пока все-таки втыкает что происходит потому что юрий не знает что ну мороз что такое мороз он же в сочи живет к и что такое мороз он дальше краснодара не выезжала там тоже мороз хер поймешь найдешь короче хорошо длина шланга у тебя на керхере 5 5 здесь 8 нет шланга а шланга нет там шланг длинный там десятка идет по моему давай посмотрю здесь шланг восьмерка но если кому не нравится оставляется шланг 15 он не удлиняется то есть нельзя к восьмерке нарастить этот 15 метровый получить все 23 нет не вариант то есть только заменить не факт что он при этом еще и на катушку 10 метровый шланг там 10 метровый мне нравится он класс восьмерка ну почти почти до и вариант 15 который стоит наверняка дешевле чем керхеровский объясню тебе керхеровский шланг отдельно стоит порядка тогда еще стоил 7000 рублей 10 метровый мне что знаешь понравилось я не в курсе как у других есть или нет здесь есть вот это вот педалька оттолкнуть удара на ногой и толкнуть чтоб нормально чтобы покатить можно было приятная мелочь я правда не вешаетесь бачок сюда повесить до педальки достанешь их будешь оторвать вам удобно так и то что смотрите блин обосрались нельзя было резиновую рукоять здесь прям так напрашивать и резинка вставка вот эта тема мне кажется блин это вот все быстро развалится нахер серьезно у меня у меня ли теховская такая была мойка вот эта тема мне она отвалилась быстро зачем складную это делать штуку чтобы как бы вот тогда получать но я думаю это еще и стопор она упирается в корпус 5 игроки вот так вот потянешь вот так она сейчас застопнули ты потяшь и она у тебя еще и сломается короче дык и дырешь да что происходит и дык и дырешь и сломаешь но это вот это это сырая тема на мой взгляд сыра придешь без вот этой сраной вилочки что надеваешь металлическую вилочку вставляешь здесь навинчивается обрати внимание что зеленая серия моек у них есть тоже там другая система фиксации другой пистолет все сделано по-другому там быстро съемок здесь типа как профессиональный и на профессиональной технике ничего не надо защелкой здесь нужно закручивать блин почему не сделали пеногенератор который просто на защелку бы одевался бы да непонятно такая дичь и сейчас как его закручивать а просто вращаешь и все да ну хотя бы так не надо ну можно по переворачивать что нам понравилось в этой штуке ну казалось бы просто распылитель пистолет для пены но по факту он тяжелый а что мне понравилось знаешь что то что не на быстросъеме то что надо на пистолет накручивать ты не можешь быстро отщелкнуть другой стороны пока будешь перекручивать пена будет работать грязь размывать там все хорошо потому что потребуется ключ до времени дополнительно чтобы это все перед да я думаю там накручиваешь так чисто чтобы там если будет капать и затягивать наверно до конца даже не будешь потом раз обратно открутился я вот таких вот у такого класса производители мой скажем так полупрофессиональные недобытовые они идут вот без таких вот штук эта тема чем интересно допустим вы моете пикап неважно ли газельку газельку вот надо вам сверху крышу помыть дома посад дома помыть вот на высоту там но одноэтажный дом надо до самовер я думаю знаешь это больше такая вещь она здесь не 90 градусов чуть больше то есть эта тема что можно было снизу помыть дно автомобиля грубо говоря там да там ты прогнал где-то куски грязи снять или же например вот как-то сверху ты не достаешь вот на фасад на прямую стену эта тема не очень вряд ли подойдет устанавливается она вместо штатной трубки то есть они наращиваются по длине что к сожалению для нас это ее воткнули и сюда только вот насадки рабочие длина к сожалению наращивается было бы прикольностям было возможно увеличить именно саму еще длину так пока мойщик другой отгонять тачку будем смывать крышу и пену нанеси я еще кое-как смог вытянув руки а вот помыть нормально крышу будет мне помогать именно эта насадка кривая изогнутая прошу прощения а не кривая а я тебе скажу вот ее отрывает ахренеть как просто ахренеть сейчас ее когда держишь вот работаешь отпускаешь тупо вниз вот так бьешь шланг поправь пожалуйста блин я тяжело работать а кстати руку руку сгибал поворачиваешь и все невероятно полезная штука которая дает очень сильно сопротивление ощущение как будто был мойки мощности прибавилось половину только из того что раньше сдерживал по одному направлению теперь мне век разменился и тянет наверх моет колесные арки просто туда засовываешь промываешь нормально отмываешь крышу стоишь на земле и под прямым углом выпишь по крыше короче вещь полезная но тачку надо домывать юра между прочим мощи кат бог и мотик прям шикарно так отдельно еще вот в продаже как раз таки набор форсунок тут кстати на одну больше какой у нас нет здесь желтый нет это 15 градусов а ты обратил внимание что это другой фильтр он более производительнее посерьезнее потому что вот если мы берем то что в комплекте идет но все понятно под комплект и мы поставим кухню вот это хня которая в комплекте и вот это чуть другое смотреть здесь фильтр насаживается на гусак да нет нет юра но одно и то же вот он резьба одинакова там резьба развесим одинаково резьба да ага с резьбой просто смотри вот эта производительность этого маленького фильтра но этот который в комплекте да ну хер да нихера а посмотрите на вот эту часть тут фильтр намного более производительный а если для самозабора воды типа меньше сопротивление на фильтр легче вода проходит чего у нас еще есть но вот задумка хорошая но выглядит я не знаю выглядит как-то слабенько на мой взгляд это знаете что удобная тема для наверно мойки брусчатки вот изображено пластик даже не брусчатка там стены дома пластик всякая фигня а любую поверхность пластик да можно кстати даже попробовать кузов кузов какого-нибудь допустим дозил автомобиля нет я между такой не газели там борт там чуть-накое то здесь такая жесткая тема типа чтобы поставь нам не разлеталась да и ты такой раз поставил пошел такая херобора была у керхера да почему была и сейчас есть но опять же проблема поставки разрушивается на пистолет вместо форсунки это хорошо это удобно знаешь и почему там подача жидкости дается как раз можно с химией мыть эту всю хирушу я думал брусчатка это потерпит и без химии да по уже даже видно разницу вот полоска она не повырывала из швов всякую ка куда которую бы отбила фреза например но при этом она просто помыла брусчатку то есть если это делать например со стеной дома еще с чем-нибудь она будет хорошо отмывать полезно работает но есть еще 15-метровый шланг для бытовых моек у них там подключение другой здесь как раз таки защелка защелка срана и есть две интересные темы и для профессиональной и для бытовой это для этого для прочистки желудка да в общем перед какой-то там скопии я не помню как она называется это прям такая тема да ну точно такая же здесь мы открывать не будем наверно это вот насаживай запасная режим далее идет опасная свое смотри на прямой кишки вот как интересно вот смотри он реально здесь 15 метров до юра как и вот эту штуку продавливать дальше а как продавливать труба что в трубе думаешь сложится это раз второе смотри направление струи идет не вперед струи она сама сама себя типа толка блин это очень крутая тема почему пашка дома про почистные машины ролик выпускали ребята это все год уже вчерашний про честные машины потому что вот такими вот штуками именно могут высокого давления они эти проходные машинки они весь засор спокойно снимать очень сильно достает перекручивание ключом постоянно когда в руке проскакивает этот пластик хотя он и большой реально бесячая тема но с другой стороны невероятно полезно проворачивающаяся насадка потому что пока мою машину что каждый раз кисть не выворачивать я просто в разных местах прокручивал направление факела менял и мыл в целом ну моет грязь смывает нормально а теперь давайте перейдем вот к самой как и так прочистки засорившись от рыбы у нас есть как раз метод 3.5 на 4 полная гадость по которой не протекает вода и сейчас будем пробивать юр ты не сказал момент что она именно грязь сбивает то есть у нее хватает мощности это аналог наверно к 5 плюс потому что я например почувствую что и к 7 чуть-чуть мощнее но к 5 у меня был к 5 был слабее вот это такой международ к 6 наверно пусть будет да такой промежуточный вариант я уверен что 240 будет прям пушка бомба потому что она как мимо на 20 процентов должна быть мощнее и мы сейчас замерим хоть как она потребляет воду за минуту так но здесь по ходу один держит другой вставляет погнали насадка оказалась полезная как по мне на хренеть какая полезно во первых она сама туда лезет и удерживает надо ее чуть-чуть вот здесь надо прокручивать но чтобы это работало потому что когда лупит в сторону при это не совсем нормально приходит сюда сюда и качать по факту на сюда песка вымола листвы паутины и всякого говна вот здесь целая лужа так что она работает она промывает ну то есть универсальная как я понимаю все три четыре насадки что протестили все рабочие на проверим потребляемую мощность подключили его к амперметру поставил самую тугую фрезу без разброса воткнем замеры там на экране вы видите а да и уж включить надо 2 и 3 киловатта 2 киловатта 350 ватт то есть я заявлен у него 2 и 6 максимальная но по ходу это была не самая максимальная может быть он конечно пострашнее может что-то тянуть но в общем 2 и 3 мы с него сняли последний уличный тест проверяем потребление воды при сама заборе самовсасывание насадку снял чтобы давление не было ну уж ладно потому что не указано что при какой насадке прикол фрезе у него это потребление воды поэтому будем без нее здесь пятишка все воздушные карманы все убрано давление в шланге здесь уже есть секундомер наготове начинаем вместе с первичным подхватным просиранием 5 литров ушло за 47 секунд если убрать первый то есть грубо говоря 40 секунд 5 литров у нас было заявлено 550 литров в час это должно быть девять и один литр в минуту у меня получилось грубых за 40 секунд 5 литров то есть а 70 литров в минуту а должно быть 9 и это без насадки то есть чуть-чуть не докачивать вернее не досасывает может быть конечно если вода поступала под давлением тогда бы прокачала нужно но на всасывание результат не вообще не вот такой вот а 7 с половиной мойку разобрали внутри реально стоит большой здоровенный синхронный двигатель с крыльчаткой охлаждающей которая сделана из пластика кнопка включения здесь обычно она спрятана в кожухе защищающим подпадания влаги также защищен конденсатор пусковой для двигателя но здесь он находится он не припаян случае чего заменить его проблемы особо не будет кстати разбор самой мойки разбор корпуса тоже был несложно до пришлось скрутить один оплабированный саморез остальное все просто в круг скинули крышку сняли по помпе корпус у нее чет не совсем похож на латунный а вот на датчике и на клапанах вот там да там уже латунька это датчик давления который уходит сюда кнопки и отключают ее ну и все подача воды выход воды под давлением три клапана двигатель все предельно просто но приятно мне нравится то что они в этом случае использовали почти по максимуму корпуса не так как было у зеленый по моему когда мы разобрали стал небольшой двигатель и огромная куча пустого пространства здесь все используется очень и очень точно но на этом я с вами прощаюсь с вами был юрий николай артем мойка машина мотоцикл и все остальные давайте пока